приветствую вас любители хоккея на матче любительской хоккейной лиги в городе и области липецка встречаются команды телемир в белой форме и колос такой вот желтый зеленый форме и сейчас атакует колос как раз интересный проход и шайба отобрана выброс из зоны и и 1 атака сейчас могла состоится и состоится еще бросок шайба в воротах дениса беша сразу с места в карьеру на 33 секунде открывает счет 1-0 телемир выходит вперед ну что же давайте представляться и знакомиться с составами да не ожидал конечно такого бурного начала но куда деваться и так телемир ворота защищает вячеслав третяков номер 84 а полевые игроки денис беша 7 михаил рологин а номер 8 андрей грачев 10 эдуард владимиров 11 роман марков играя по 12 номером 13 номер егор гребенщиков гребенников прошу прощения а почерк непонятный далее сергей логутенко 16 андрей рологен а номер 17 среди грунин 22 алексей корабельников а номер 48 63 номер у ивана панова денис барабанчика играет под 71 номером 72 павел поповичев андрей широкожихов играет под номером 77 79 илья барулин состав команды колос андрей тимошенко защищает ворота номер 16 у него николай чуликов номер один а второй юрий дуреченский александр мозгунов номер три сергей стрельников играет под шестым артем горяйнов девятый владислав жафаров 10 номер у него геннадий завалюев 13 сергей горяйнов играет по 18 21 валерий рысков капитан команды алексей суровяткин играет по 38 все на составами разобрались теперь судейская бригада возглавлена на дмитрием кривоносовым и два лайнсмана помогают главному арбитру это сергей обочаров и сергей король телемир пытается атаковать но как-то у них это не очень конструктивно да пока выходит вот сейчас интересная передача прошла но не сумел зацепиться за нее широкожиков вторая попытка широкожиков все таки с помощью барабанщика вода в леса в зону но тут же колос перехватил шайбы и пытался атаковать шайба в зоне тельмира владимиров выбросил шайбу вперед наборулин оборулин дальше передача на широкожихова и не поняли друг сейчас барабанщиков с партнером барабанщиков бросок не очень инцитированный получился и поэтому легко он был заблокирован геннадий завалюев против барабанщиков завалюев уходит от прессинга и телемир все-таки отбирает шайбу и вам панов зацепиться за передачи не сумел и у нас остановка по сроку и зафиксирован главным арбитром в раз в нейтральной зоне да также мы видим на тренерском мостике тренера команды телемир владимира миронов атака колоса интересная бросок все-таки состоялся в третяков успел закрыть угол заброс шайба в зону телемира третяков выдерживает паузу и отдает точную передачу на партнера и шайба все-таки в борьбе уходят на скамейку запасных телемир беша шайбой укатывает за ворота передача вперед на егора гребенникова не сумел обработать шайбу борьба она завязывается уже в зоне колоса и колоса так вот выбрасывает а шайбу на правый фланг туда не поспевает владислав жафаров да но вот в борьбе только телемир шайбу перехватывает и заброс на бешу беша в центр лезет падает на лёд а подбор все-таки за роллгином оказывается и чуликов пытался выбросить шайбы из зоны не получилось осталась она за контролем телемира но вот уже в нейтрале но ребенников выбросил шайбу что называется не дай бог да обрезаться или что такое заворот соперника и теперь телемир встречает в нейтральной зоне он как раз перехват состоял сам беша перевод вперед на партера коем оказался грачев вниз ну не он зацепиться за шайбу но из борьбы не выходит всячески борется бросок с острого угла ближний угол тимошенко играет и вот так вот голос до первые минуты матча играет вынуждена играть под давлением и мало шайба у них держится пока телемир я видя в счете да и владеет инициативой опасный момент ролл гена бросок тимошенко играет уверенно и выручает своих партнеров не без нарушения правила произошел сейчас эпизод и будет удаление у голоса алексей суровяткин отправился на две минуты задержка соперника клюшкой и телемир сейчас попытается реализовать честное преимущество шайба у них барулин не глядя шайба забросил углу площадки а там никого из партнеров не оказалось владимиров наборули на панов не сумел обработать эту передачу снова владимиров обкрадает его геннадий завалюев выходит вираж свой собственно не выдерживает и падает да пока телемир не удается ничего создать может быть сейчас широкожихов забыл нет шайба в зону забросила сам въехать как говорится забыл поэтому перехват стрельников пытается уйти в атаку не получается пас на барабанщикова докатывает он до шайбы но все-таки первый оказался рысков капитан колоса владимиров борьба в нейтральном круге и проиграна она колоса так вот лучше даже да сейчас выглядит и при игре в меньшинстве чем в равных составах парадокс сюда может быть но вот как факт завалюв интересной передачи вперед на дуреченского и дуреченский оказывается пена на шайбе обижает он владимирова вас кидают шайбу на дальнюю штангу до адресата но партнера коим являлся завалюев не дошла шайба завалюев перехват а панов борьбе с рысковым и все-таки колос справляется с этой попыткой атаки соперника юрий двореченский бросок с неудобной руки играючи справляется третяков и атакует уже телемир в полном составе колоса никаких проблем даст нейтрализация меньшинства у них не возникло и борьба у нас в углу площадки барабанщиков сразу против двух но конечно очень сложно поэтому шайба перешла колосу ненадолго панов отрабатывает сзади и сам же до после виража идет вперед врывается в зону бросок тимошенко на всякий случай прыгнул на на дальнюю штангу но шайба пошла мимо ошибается сергей гаряйнов и вырывается в зону беша но вот все-таки шайба пришла обратно на гаряйному борьба там навязывается за воротами которые выигрывает беша передача бросок грачева не заблокирована и шайба уже в нейтральной зоне за контролем команды телемир беша устремляется вперед а шайба у него по-прежнему остается и все-таки отбирает колос владение и пытается идти в атаку челяков в углу площадки не сумел завладеть снарядом и поэтому на контратак телемир не точной передачи и первый оказался суровяткин перевод на партнера закрыта зона грачев постарался резкий прострел на пятак без адресата и шайба все-таки у борта у нас осталось большой сумбур там сейчас происходит в зоне колоса и шайба все-таки остается за контролем телемира ролл дугин за ворота пробросил шайбу передача вперед по диагонали не сумелся исправиться челяков и ответная контратака да не слишком удобный пас на бешу но тем не менее он навязывает борьбу сыровяткин и отнимает шайбу пытается пролезть сразу сквозь двух игроков соперника не получается и шайба уже у михаила ролл дугина а два у нас ролл дугина до 1 это андрей а второй это михаил составители мира оба неплохой пас челяков ударная позиция бросок играючи справляется третий ков да ну стоит конечно ответить то что бросок не получился сильным и опасным поэтому лучшее что могли сейчас из этого броска выудить до игроки колоса это вбрасывание выбрасывание в зоне соперника выбрасывание барабанщиков выиграл его шайба не покинула зону двореченский бросок уже интереснее но выше перекладины пошла шайба и очищает зону телемер выбрасывает шайбу нейтральную зону резков геннадий завалев не спеша приближается к воротам уходит на правый фланг уже за воротами он находится скидка на пятак борьба подбор и все-таки бросок состоялся третий ков выручает еще один заброс на пятак с утолока и телемер справляется сразу там четыре игрока оказалось на ближней штанге горя и нам закрыл зону замах бросок в ближний угол и шайба устремляется в угол площадки атака по левому флангу вернее на по праву дам не спеша проходит у телемера тимошенко клюшкой сбрасывает шайбу в угол площадки розыгрыш передачи барабанщик вон и пятак адресата нет завалюев долго разбирался с шайбой и в итоге в нейтрале она оказалась барабанщиков уже в зоне по левому флангу скидка на партнера не очень неудобная передача поэтому момента не удалось использовать паповичев был не готов к этому контратака колоса на легко достаточно нейтрализуется соперником уже в атаке роман марков пытается он пролезть с такого интересного финта сквозь защитника не получилось паповичев шайбу вперед двигает гаряйнов на перехвате и выбрасывает он шайбы своей зоны а можно играть барабанщиков пас вперед марков корабельников там до отдавал передачу на на партнерам но вот перехват состоялся и завалюев борется на в зоне гаряйнов перевод партнера это рысков юрий дуреченский хорошая скорость вход зону бросок угол достаточно спокойно да так вот как-то буднично шайба влетела в ворота телемира в концовке первого периода у нас счет равный один один ну что ж тем интересней перевод вперед беша уходит от одного оппонента вносит шайбу бросок в домик да пытался сейчас поразить нападающий телемира но тимошенко на месте борьба за шайбу перехват телемир момента мог возникнуть но нет и падение защиты к телемира сейчас очень не вовремя устремляется в атаку джафаров борьба там которая выиграна телемиром очень хорошо сейчас защита отработала свою же свою же свой же недосмотр да можно так сказать челяков все-таки вошел в зону но контроль шайбу потерял и что у нас будет удаление судя по всему это андрей роллогин да перестарался и совершил подножку которую разумеется заметил главный арбитр этого матча дмитрий кривоносов минута и 16 секунд до конца первого периода в матче телемир колос колос сейчас попытается далее завать честное преимущество скидка на защитника пошла не готов был к этому суровятки там погоня за шайбой которая выиграна грачевом грачев по праву флангу бросок ближний угол и тимошенко на месте сброс шайбы сразу вперед в ответную контратаку не точный поэтому а у нас перехват и заброс шайбы вроде бы да на синей линии но вышла она в нейтральную зону вторая попытка бросок и мимо ворота он пошел а гаряйнов артем старался проразить ворота не получилось колос продолжает контролирует шайбу в зоне соперника но нет беши перехватил ее и очень хорошая скорость у седьмого номера телемира бросок тимошенко выручает партнеров опаснейшая контратака сейчас была у телемира и она продолжается а шайба в зоне осталась гребенников меша возит шайбу в углу площадки убивает драгоценное время игры в меньшинстве и все-таки перехват состоялся а шайба осталась в зоне но ненадолго сейчас она будет выведена и все на этом у нас заканчивается перепериод матча телемир колос 1-1 и поехали второй период матча телемира колос пока у нас ничья более чем боевая 1-1 на посмотрим что нам второй период готовит резкий такой заброс шайбы в сторону ворот колоса проброса не будет по причине что телемир играет в меньшинстве беша пытается на вираже создать атаку не получается потерял равновесие заваливает приходится резкого сейчас отрабатывать назад грачев уже шайбой и хитрое оставление но все-таки не понял друга момент джафаров почти убежал но последний момент защита телемира сработала бросок и третяков в дни шелохнулся даже чтобы отразить этот бросок полом составе телемир в реченский бросок перед собой отбивает третяков и зона закрыта в реченске все тоже старается и у нас остановка проброс зафиксировали против телемира и сейчас разумеется выбрасывание произойдет в их зоне прострел на усы и подбор за телемиром беша неуваманный беша сейчас врывается в зону передача на пятак партнеры и никто да не смог зацепиться и шайба выносится у нас из зоны колоса в зону телемира резков передача на завалюев заваляв не сумел обрабатывать и уже роллогин который андрей в ходе в зону бросок и уверенно ловит шайбу в ловушку на вратарь на колоса завалю его так вот зевнули да и он наносит бросок и шайба оказывается у вратаря телемира остановка а а и а Борьба у нас в углу площадки За правый контроль шайбы Третьяков на выходе Передача на усы И за ворот И Барулин подбирает шайбу Начинает атаку Передача Вперед прошла Но зацепиться за нее не удалось Широк Кожухову И Барулин снова со второй попытки На панноу забрасывает шайбу Барабанщиков В атаку идет Горяйнов Который Артем валит того на лед И у нас удаление В составе телемера За подножку За подножку отправляется Как раз Андрей Широк Кожухов Да, еще один шанс У Колоса Да, сейчас попробовать выйти вперед Реализовал большинство Но пока контратакует сейчас Телемир Грачев Нас три атаки У борта Сразу с двумя Он борется с шайбой Выбрасывает на партнера Борьба все равно продолжается Роллогин Андрей Подбирает шайбу Наносит бросок Поставлен на клюшку Замывает шайбу Воздух И оказывается В ловушке У Тимошенко Замывает шайбу И все-таки бросок у нас состоялся Но как-то это все не так опасно Как могли бы сейчас придумать Игроки Колоса Все-таки напомню То что играют Они в большинстве Рысков шайбой Входит в зону Спокойно Достаточно бросок Совершает Но мимо Перевод туда В центр площадки Не глядя И в итоге Сергей Горяинов Сейчас отдает шайбу На Двореченску А Двореченский Перевод на Рыскова Рысков не на скорости был Поэтому приходится ему Свершать рывок Которым он заведомо Не успевал Завалюев У борта Скидка на партнера Двореченский И Завалюев Двореченский И подбор Завалюев На пятаке Бросок Выше перекладины Прошел Да Прощаю Сейчас Колос Своих Соперников И Очень хороший момент Был чтобы реализовать Большинство Перехват Грачев Варлас Уже было в зону Да Только шайба осталась В нейтрале Поэтому Ничего интересного Не происходит Считанная секунда Остается до выхода Пятого полевого игрока В составе Телемира И они Пока Выбивают шайбу Из владения соперника В своей зоне Грачев В полном составе Телемир Перевод На левый фланг И Шракожиков Начинает Атаку С передачи На Гребенникова Обратная передача На Ролдогена И в итоге Перехват Завалюев Коротко играет С Двуреченским И Юрий Сейчас На скорости Входит в зону Хорошая скорость И Вираж Получился Под борта Ролдоген Бросок Очень много Там игроков Соперника И шайба застряла В них Перевод Двуреченский На Завалюева Да Но укатил Уже Завалюев Поэтому Только такой Бросок И подбор За Двуреченским Разворот Бросок С кистей Играет И добивание Тащит Вячеслав Третьяков Ворот У нас Двинуты И поэтому Остановка Телемер Почти Почти Убежал Контратаку Корабельников Успевает Подстраховать Партнера И передача На Бешу Достаточно легко Он прорывается По флангу Ставит Корпус Одному Пытается Отобрать У него шайбы Не получается Мозгунов Всячески Да Противостоит Сопернику И сейчас Уже На Противоположный Фланг Он приехал И тоже Поборолся Очень хорошо Шайба Отбил Для партнеров Авантюрный Перевод Шайбы Поэтому Логутенко Не сможет Не сцепиться И Шайба Приходит Косу Беша 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 Затем Беша Отбил Беша Беша Косу Беша 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 включается в борьбу Шайба остается по-прежнему У Колоса Перехват Телемир в нейтральной зоне Беша по левому флангу Бросок в дальний угол Гол! Фантастика Да, удобно было бросать сейчас праворукому нападающему Телемира в дальний угол И это удобство он превратил в заброшенную шайбу 2-0 На девятой минуте второго периода матча между Колосом и Телемиром Телемир снова вырывается вперед Завалюев, оставление Дуричинску, который на скорости врывается в зону Шайба бросается в ближний угол Добивание не состоялось Барабанщиков борются Там уже другие Все-таки Третьяков добирается до шайбы И с удовольствием ее забирает Рысков оставил шайбу в зоне Но ненадолго Гребенников помогает И шайба двигает вперед Беша Пока сам Скидка на партнера Бросать неудобно Но вот сейчас Нет, все-таки заблокирован был этот залп Пас на Грачева Удачно Грачев имеет перед собой чистый лед Поэтому стремительно вырывается в зону Перевод на ближний штангу И борьба Она завязывается Стрельников Перевод на Завалюев Завалюев сам Ложный замах Еще один И все-таки обещабили Геннадий Дальше заброс шайбы На фланг Ролдогена Но не точно Сергей Горяинов Уже коньком Пробивает шайбу Вперед На партнера Коим оказался Дуреченский Завалюев Завалюев Замах Убор Шайба под себя И не получается Ролдоген Передача на Бешу Бешу в зоне Уходит Пока на правый фронт Резкий Вираж Попытка через центр Атаковать Перехват Юрий Дуреченский Один в ноль Момент Бросок Третьяков Третьяков Выручает партнеров Атака продолжается Завалюев И снова Третьяков Подбор За Колосом Еще один бросок Нет Подставлен на клюшке И шайбу стремляется К борт Горяйнов Четыре минуты В зоне Барабанщиков на точке Выграл он Брасывание Только вот Дальше уже Развить атаку Из этого Не удается Шайба к Третьякову Приходит Владимиров Сейчас Отдавал передачу Но безадресная Она оказалась Джафаров Прострел На дальнюю штангу Не докатил Туда его партнер Панов Протаскивает шайбу вперед Лезет в центр Бросок Опасно Тимошенко Добивание В исполнении Андрея Широкожихова И у нас 3-1 Счет Добавляя Широкожихова Ну что ж 3-1 По сути Да В концовке второго периода Телемир Телемир Улучшает свое положение В этом матче Ох Интересно Могло получиться Но шайба За шайбу Да За эту передачу Не сумел зацепиться Горяинов Который Артем Постоянно приходится Уточнять Кто именно Кто именно Потому что Однофамильцы Добавляя Широкожихова Вперед потеряли шайбу Вход в зону В исполнении Колоса Челяков Перевод Интересный Мозгунов Ударная позиция С кистей Бросок в дальний угол Не достиг цели И Атака продолжается Колос Интересный момент Еще один Пас проходит Бросок на дальнюю штангу И Джафарова чуть-чуть Не хватило Да Чтобы зацепиться За эту передачу И отправить уже в пустые Ворота Непослушный Каучук Ну что ж Контратак Исполнители мира Захлебывается И В атаке Колос Вход в зону Борьба Лютая за шайбу Там лежа уже борется Защитник И подбор состоялся Бросок с острого угла Не точно Перехват Горяинов Артем Врывается в зону Оставляет шайбу Партнеру Но партнером Оказался игрок Телемира Поповичев И еще раз Выбросил он шайбу И Проброса у нас не будет Потому что Вратали вышел За шайбой Рысков Неплохой бросок Но На чеку Вратарь Телемира Пас на Двореченского Мало времени У него на принятие решений Сразу два Игрока Соперника На него как церберы Накинулись И отобрали шайбу Последняя минута Второго периода У нас пошла В этой бескомпромиссной Яростной борьбе Между командами Телемира И Колос Пока Колос уступает Со счетом 1-3 Но Вот Момент у них есть Осталось только реализовать Их Помним Да Как Юрий Двореченский Имел выход 1-0 Не сумел Переиграть он Вячеславу Третьякову Сейчас Юрий Двореченский Бросок И Легко Уверенно И эффектно Ловит шайбу в ловушку Вячеслав Третьяков 35 секунд До конца Второго периода И у нас Какие-то Технические Неисправности В экипировке У Вячеслава Третьякова Ну вот Все в порядке Игру можно продолжать Скидка на Сергея Горяйнова Шайба осталась Нет, не осталась Все-таки вышла она из зоны Поэтому приходит Перехват Денис Бешин Оперативный простор Вырывается И убирает шайбу Под неудобную руку Но Тимошенко Этим не проведешь Атака Колоса Не успев начаться Тоже пресекается Телемиром Чуть больше 10 секунд До конца Второго периода В атаке Телемир Андрей Ролугин Оставляет шайбу Партнеру Тот ее Вбрасывает в зону 5 секунд Ну да Похоже у нас Заканчивается Второй период И счет остается 3-1 В пользу Телемира Ждем Третий И Начинается У нас Третий период Матча Между командами Любительской Хоккейной Лиги Дивизион Старт Встречается Команда Телемир И Колос И пока Телемир Выигрывает Эту встречу Со счетом 3-1 Остается Только 15 минут Третьего периода У Колоса Что-то возразить Своему сопернику И посмотрим Как это Будет происходить Заброс шайбы По синей линии Он от Джафарова Он врывается На оперативный простор Но вот Передача назад На синей линии Не слишком удачная И удобная Была отдана Поэтому в нейтраль Шайба переходит Панов Рывается В зону По левому флангу Ищет партнера Отдает передачу На Барабанчикова Не сумел тот Докатить До зоны передачи И за ворот Уже сброшена шайба Панов Будет первый На ней Тут же он Резким движением Сбрасывает На ближнюю штангу Бросок В исполнении Еще один залп Играет Тимошенко Клюшкой И нет Обхитрить не удалось Сейчас Барабанчиков Борьба завязывается У нас Широкожиков Там старается Забросил он Третью шайбу Нет Все-таки Шайба выбрасывается Джафаров Зону не закрыл Свисток арбитра Об этом свидетельствует Положение Вне игры Бросок Играет музыка Бросок Играет музыка Тимошенко на выходе. Рысков шайбой. Хороший перевод. Жафаров. Клюшка-конек. И прострел на пятак. Никто не сумел зацепиться. Двуреченский залп. Шайба у Вячеслава Третьякова. Телемир выиграл важное выбрасывание в своей зоне. И шайбу выбрасывает сразу же. Рысков. Перевод. Вперед шайбы. И все-таки дошла шайба на пятак. Но как-то будешь на достаточно Третьяков уже все контролировал. Низ перекрыл и забрал снаряд себе. Старается сейчас Колос что-то создать. Да, сократить оставание в счете. Но пока все их попытки разбиваются. А неприступность стены под названием Вячеслав Третьяков. Панов по правому флангу. Протаскивает шайбу сквозь двух игроков в угол площадки. Он себя заводит. Скидка на синюю линию. Ну а там никого кроме игроков соперника. И Завалюев устремляется в атаку. Тормозит его защита. И приходится уже от своих ворот начинать. Сергей Горяйнов. На Джафарова пас явно ошел. Но не сумел нападающего принять. Хороший перевод на Панова. И Панов оперативный простой. Хорошая скорость. Бросок из-под защитника. Блокируется этим самым защитником. И в нейтрале Барулин проигрывает борьбу. Перевод на Двуреченского. Момент. Бросок Третьяков выручает. Партеров скидка на пятак. Третьяков клюшкой выбивает шайбу. Из-под владения нападающего соперника. И спасает от своих ворот. В очередной раз бросок заблокирован. И Телемир выбрасывает шайбу из своей зоны. Да. Вот это вот сейчас штурм мы с вами наблюдали. Владимиров куда подальше шайбу выбрасывает. И перестарался с этим защитник Телемира. На проброс он в итоге. И ее выбросил. Да. Вроде бы две шайбы преимущества Телемира. А напряженность очень даже серьезная. У их ворота создается. Но опять-таки стараниями их соперника. Убрасывание. Выграно Телемиром. Панов снова по флангу. И почти пролез. Но Горяйнов был против. Широкожихов. Шайбу вперед пропихивает. Но все-таки Двореченский отобрал ее. Барабанчиков перехват. На коротке сыграл с Пановым. Обратной передачи нет. В конек. В конек попадает. И перевод. Да. На колоса там. Завалюев оказался. Мог оказаться точнее первым на шайбе. Но Третьяков сыграл на выходе. И эту угрозу нейтрализовал. Сейчас Врачев наткнулся на Рыскова. И не выдержал. Это вот столкновение. Игра продолжается. Джафаров хитро на Завалюева. Завалюев не готов был. К такому развитию атаки. Нельзя входить в зону. Андрей Еролдугин это, к сожалению, не заметил. И положение вне игры у нас. Интересная атака по льему флангу. Бросок. И мимо пошла шайба. Очень сильный бросок получился. Вребеннику пришлось отрабатывать назад. Аж свою зону, чтобы догнать эту шайбу. Леша получил шайбу в центре площадки. Но не сумел ее обработать. В зону-то вот так вот, что называется, только на пару секунд зашел. Жесткий пас на партнера. Перехватывается. И в атаке Колос. Бросок с кистей. Третьяков перед собой. Добивание. Не, состоялась шайба по-прежнему в зоне Телемира. Челяков. И нет. Все-таки Телемир отбивается. Времени все меньше. А счет прежний. И поэтому Колос это понимает. И старается всячески, да, производить атаки. Всячески. Старается сократить оставание в счете. Какой финт Джафаров. И вроде бы уже, да, посмотрел на вратаря. Вроде уже подумал, как бы бросить момент. Шайба отскакивает. И прямо в объятие к Вячеславу Третьякову. Остановка. Увеличивает обороты Колос. Всячески. Все больше и больше, да, обострений возникает. У ворот Вячеслава Третьякова. Но пока он надежен и не пробиваем. Панов выиграл важное брасывание. И сразу же передача от защитника Телемира пошла, что называется, в хрюк сопернику. Очень грубая ошибка. Но наказать за эту самую ошибку соперник Телемира не сумел. Панов снова шайбы двигает в центре зоны. Но адресат снова. Какая потеря Джафаров. Один в ноль. Бросок Третьяков отбивает перед собой. И дальше уже помогает Корабельников забрать шайбу в ловушку. Да, сейчас был очень хороший момент у Джафарова, но не сумел он переиграть вратаря Телемира. Седьмая минута третьего периода у нас сейчас идет, пока Телемир ведет со счетом 3-1 в борьбе против Колос. И снова Третьяков. Владимир Миронов берет тайм-аут. Видит он то, что они жмутся к воротам, начинают бояться. И поэтому 30-секундный тайм-аут, скорее всего, да, необходим абсолютно. Надо привести своих подопечных к чувству. Закончился тайм-аут. Команды снова вышли на площадку и вбрасывание снова на шайбу пришла к Третьякову. И он ее зажал в своих могучих руках и остановил встречу. Еще одно вбрасывание. Четвертое уже по счету. На этот раз шайба устремляется в углу площадки. Борьба там бескомпромиссная в углу площадки. За правой ладонией шайбой приходит она Горяйнова. Замах, бросок и Третьяков ловит шайбу в ловушку. Еще одно вбрасывание в зоне команды Телемир. Горяйнов забрасывает шайбу на пятак. Кто там пытался бороться за нее, Юрий Дуреченский. Но нет. Вячеслав Третьяков снова надежен. Горяйнов наброс. Третьяков перед собой отбивает. Добивание не случилось. Снова Горяйнов. Еще один замах. Долго готовился этот бросок, поэтому клюшка подставлена. Еще один прострел. Бросок в закругление попала шайба. Из-за угла площадки сейчас Завалюев развивает атаку. Рысков с кистей выше перекладины пошел этот бросок. Сергей Горяйнов пытается пробросить шайбу туда, вперед. К воротам не получается. Выходит шайба из зоны. Беша за нее не цепляется. И Юрий Дуреченский по правому флангу. Все-таки шайбу не удержал в зоне. Ответная контратака. Телемира, Грачев. Нет, не сумел он обхитрить Рыскова. И уже 2 на 2 сейчас атака происходит. Рысков на правах капитана. Тащит шайбу вперед. Бросок с кистей и шайбу у Вячеслава Третьякова. Да, очень насыщенные 2 минуты сейчас мы с вами наблюдали. Колос яростно атакует своего соперника. Но пока тот не сдается и не уступает ни пяде. Панов пытался прокинуть шайбу. Но вот с первого раза не получилось. Но он не успокаивается. Уже по левому флангу пытается пройти. Заброс шайбы Владимиров. Перевод на Барабанщикова. И шайба уже у Ширококожихова. Еще один заброс. Тимошенко. На опережение опасно. Шайба уходит на пятак. Но добить ее некому. Хотя Тимошенко был отрыв. Но в этом эпизоде Владимиров. Борьба у нас там в нейтральной зоне уже. Мелкий пас сейчас играет. Завалив ударной позиции. Бросок Третьяков перед собой. Добивание не состоялось. И шайба выброшена. Горяинов. По диагонали вперед на Двуреченского. Панов навязывает борьбу. Двуреченский оставляет. Заваливаю. Замах. Щелчок. Шайба в углу площадки оказывается. И выбрасывается на Барулина. А зон закрыто. Вот отложенное удаление у нас сейчас было зафиксировано. Арбитром. Удаление у команды Телемир. Или нет. Вот я смотрю игрок Колоса подъехал к скамейке Штурсников. Колос получается сейчас удаляется очень не вовремя. Штурм у них такой тут получается. И очень сейчас Завалив в подводе свою команду своим удалением. Ну посмотрим как две минуты эти пройдут. Может и меньше. Может быть сейчас Телемир и накажет за расточительность момента. И как раз таки получается наказание. Карает за расточительность своих моментов. За то что удаляется не вовремя соперник Денис Беша. Хитрик у Дениса в этом матче. И быстро, без раскачки Телемир реализует свое большинство 4-1. Завалюев яростно врывается в зону. Пытается сразу же отыграться. Бросок в ближний угол. Третьяков цементирует все. Сброс уже на дальнюю штангу. И шайба все-таки выбрасывается в нейтральную зону. На очень бешеной скорости врывается в зону. И ситуация 2 в 0. Не сумела дать передачу сейчас. Андрей Ролугена. И момент упущен. Колос отбрасывается. И положение правого зафиксировано. Дуреченский устремляется вперед по левому флангу. Входит в зону. Щелчок. Не точно. Телемер с шайбой. Сразу же навязывается прессинг колосом. Да, в зоне соперника. Касание. А, нет, не было касания. Поэтому проброс у нас. Назначенный против телемера. Контр-атакует телемер. Грачев не обработал эту шайбу. А так имел возможность убежать вовсе 1 в 0. И у нас положение вне игры зафиксировано. Пробросение. Выграно Геннадьев Завалюев. Завалюев. Бросок. Подставлена клюшка. Взмывает она воздух. И оказывается в ловушке Вячеслава Третьякова. Остановка очередная. Тимошенко сыграл с шайбы. Поэтому проброса не будет. И Рысков на вираже уходит от Ивана Панова. Дальше вброс шайбы Джафарова. Себе же на ход. Но Третьяков на выходе. И оставляет он шайбу у себя. Вбрасывание в зоне телемера. Контратака телемера очередная. Вбрасывание. 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 Нет. Все-таки последний момент. Клюшка соперника помешала этой комбинации. Врачев на Гребенникова. И заброс шайбу в зону от борта. Рысков на Двореченского. Мало времени. Совсем остается 4 шайбы у телемера. И всего лишь одна у Колоса. Плюс 3. У телемера, конечно, все сложнее. Это будет просто по запасу времени отыграть Колоса. Если и хотят они огнаться, то только сейчас. И сейчас возможность у них появится. Денис Беш отправляется на 2 минуты. В меньшинстве будет играть телемер. А у нас остается всего 2 минуты 25 секунд до конца этого. На третьего периода. Поэтому Колос должен решать прямо сейчас задачу реализации моментов. Реализации этого численного преимущества. И Жафаров очень близок был к этому. Но не дали ему бросить с убойной дистанции. Шайба в зоне. Завалюев. Нет, в последний момент выбили у него. Подбили, да, клюшку. Жафаров пытался пролезть. Не получается. Подбор Двуреченский. Уже вроде бы завершал комбинацию. Но не попал толком по шайбе Геннадий Завалюев. И борьба продолжается 2 минуты до конца третьего периода. Шайба у телемера. Пас классный на Паново. И тот уходит по правому флангу. Режет вираж. Бросок. Тимошенко. Он справляется. И что? Жафаров. Нет скорости у него. Поэтому приходится шайбу втаскивать вперед. Цепляется за нее. Момент падения. Еще один бросок не дает сделать уже. Защитник телемера Барулин. Самотверженно играет. Еще один момент. Жафаров под себя. Бросок. Третьяков. Успевает положить корпус. И принять в себя шайбу. 75 секунд до конца третьего периода. И 50 секунд у Колоса есть на то, чтобы реализовать численное преимущество. Жафаров проиграл брасывание. И телемир сразу же выбрасывает шайбу. Пытается ее выбросить из своей зоны по правому борту. Удается. Устремляется вперед Андрей Ролдуген. Устремляется очень хорошо. В зону сейчас вошел. Бросил. Но Тимошенко успел среагировать. Блину. Жафаров. По правому флангу. Скидка на Звалюева. Не попал он по шайбе. 40 секунд до конца. Ну, уже получается матч. Ролдуген возит двух. Сразу защитников. И бросок очень хитрый на противоходе. Тимошенко не окупился. Две секунды. Одна. В полном составе играет телемир. Денис Беша на льду. И сразу же просит он передачу. Борьба с Зуреченским у него происходит. Шайба туда, вперед, бросается. Но Сергея Горяйнова не проведешь. Его Беша объехать не удалось. Жафаров не успевает совершить бросок. Потому что закончилось у нас время. Отведенное на матч. Со счетом 4-1 телемир одержал победу над Колосом. Что ж, спасибо за внимание. Вел трансляцию Сергей Рогов. До новых встреч на хоккее.